Итак, мы рассмотрели процесс проектирования баз данных на основе семантических моделей, применением такой модели, как модель сущной связи. И сейчас можем рассмотреть на примере, на упрощенном, конечно, примере, процесс проектирования и получения на выходе физической схемы нашей базы данных. Посмотреть, какие средства для этого могут быть использованы и какие этапы этого процесса могут быть автоматизированы. В качестве примера мы рассматриваем предметную область. Это некую упрощенную архитектуру платформы Static. Как мы говорили, на первом этапе проектирования, концептуального проектирования, мы должны выделить, ну, среди прочих задач, выделить сущности. Ну, для того, чтобы немного ускорить этот процесс, сущности на ER-диаграмме в средстве MySQL Workbench были созданы заранее. Но, тем не менее, создаются они довольно просто. Думаю, что все из вас могут разобраться с пользованием компонента новая таблица. Мы можем создавать новые типы сущностей и описывать их на нашей диаграмме. Итак, какие же типы сущностей для нашего примера есть? Это курс, модуль, урок, степ, пользователь и задания, которые в рамках степа могут быть выполнены. Точнее, скажем так, решения задания степа и некие обсуждения, которые ведутся со степой. Также тип степа выделен в отдельный тип сущности. С чем это нужно и как принимать такое решение, можно поговорить. Вот смотрите, казалось бы, следующая задача. Есть у нас некий тип нашего степа в степике. Что это такое? Типичное значение здесь это видео, SQL Challenge, некий тест и так далее. То есть вы уже все с этим знакомы. Это просто некая характеристика того, какой у нас конкретный шаг. Как мы могли бы определить тип нашего шага для того, чтобы сохранить его в нашей базе данных? Мы могли бы ввести домен, в рамках которого могли бы определить некий набор строковых значений, который бы однозначно характеризовал тип степа. И мы бы хранили, определили атрибут тип для типа сущности степ на созданном нами для этого домене. Какие минусы имеет такой подход? Дело в том, что для того, чтобы добавить, например, новый тип шага, новый тип степа, нам необходимо было бы пересоздать этот домен или его изменить. И это является изменением структуры базы данных. А сама операция добавления нового шага кажется вполне пользовательской операцией в процессе жизни платформы. В частности, в процессе жизни платформы степик часто добавляют новые типы степа. И, естественно, очень не хотелось бы, чтобы это приводило к изменению структуры базы, пересозданию доменов и возможным конфликтам с этим связанных. Соответственно, часто такие типы сущностей называют справочниками. В данном случае это справочник типа степа. И выделяют в отдельные простые таблицы, которые зачастую имеют всего лишь два поля, ключ и значений. Вот такое же решение было принято и в данном случае. Ну, по атрибутам я сформировал тут некоторый набор атрибутов у всех типов сущностей. Сразу скажу, что он, конечно, далеко не отражает всю сложность нашей платформы. Но дело в том, что мы в рамках учебных целей, ну, просто для того, чтобы не забивать нашу диаграмму большими сложными описаниями типов сущностей, будем оперировать неким простым набором атрибутов. Думаю, что для того, чтобы рассмотреть процесс проектирования, его будет вполне достаточно. Итак, мы определили типы сущностей, атрибуты, которые описывают эти типы сущностей. Следующим, как мы говорили, одним из наиболее сложных шагов является определение связи. Итак, есть у нас пользователь платформы Stepik. Мы говорили, что это может быть как автор курса, так и слушатель нашего курса. И здесь можно сказать, что эти связи, да, связь между пользователем и курсом как автора и как слушателя имеет разную семантику. Поэтому должна быть представлена, должны быть представлены двумя разными связями. При этом каждая из этих связей имеет тип многие ко многим. В частности, наш курс, авторами нашего курса являемся мы с Иваном, то есть несколько преподавателей. И слушателями курса являются многие слушатели, да. Ну и сами по себе слушатели могут учиться на разных курсах, ну и преподаватели также могут быть авторами множества курсов. Поэтому связь между курсом и преподавателем, да, и связь между курсом и слушателем – это связь типа многие ко многим. Для того, чтобы в нашей среде определить эту связь, ну, нужно выбрать соответствующий компонент и указать типы сущностей, которые должны быть связаны. Как мы видим, после того, как мы создали эту связь, появился новый тип сущности. Это, который как раз хранит в виде ключа, внешние ключи, которые связываются с курсом и с пользователем. Ну, это нам уже знакомо по схеме базы данных онлайн-магазин. Что тут не очень хорошо – это название этой таблицы. Давайте мы ее назовем как… Чтобы понимать семантику этой связи, то есть это авторство курса. Ну, предположим, что само по себе авторство не имеет дополнительных атрибутов, ну, поскольку данная задача является учебной, может быть, это не так важно. И, как мы сказали, другая связь между пользователями платформы и курсами – это обучение. Да, и оно также имеет тип ноги-комноги. Итак, мы определили связь между курсами и пользователями. Дальше связи между модулями, курсами, уроками, степами и так далее определяются довольно просто. Здесь они везде один ко многим. То есть у нас каждый модуль с одной стороны индивидуально, но с другой стороны он принадлежит обязательно какому-либо курсу. При этом обязательность принадлежности к какому-либо курсу мы определяем, указывая флаг not null, то есть мы не можем создать модуль, не привязанный к какому-либо курсу. Предположим, что это ограничение будет у нас проверяться на уровне базы данных. Ну, и аналогично мы должны связать и уроки, и степы. Поскольку степ у нас имеет какой-то тип, каждый степ имеет какой-то тип, мы также его описываем с помощью связи один ко многим между типом степа и, собственно, самым типом в существе степ.